МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 6 апреля интерес. Александр Герцин, известный философ, вольнодумец, автор главного русского вопроса и книги «Кто виноват?». Николай Склевосовский, выдающийся русский врач. Василий Юнкер, русский исследователь Африки. В этот день 6 апреля 1654 года царь Алексей Михайлович подписал грамоту Богдану Хмельницкому, провозглашавшую фактическое присоединение Украины. 6 апреля 1899 года в Москве открылся первый трамвайный маршрут. 6 апреля 1972 года произошел запуск искусственного спутника Земли «Космос-484» с целью изучения солнечного и космического излучения. 6 апреля 1990 года умер Евгений Савицкий, советский военный лётчик и военно-начальник, дважды Герой Советского Союза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгению Савицкому довелось освоить десятки типов истребителей, от И-2 до МиГ-21, налетать полтора года. Время рекордное для истребителя совершить 5586 посадок. Свой последний полёт он провёл 1 июня 1974 года в возрасте 63 лет. Он был маршалом авиации, дважды героем, членом правительства и автором многих книг. Но всегда со времени своего первого полёта в 1930 году он прежде всего оставался лётчиком. Он был как вихрь, как воплощённое возмездие, когда громил врага и не думал ни о себе, ни о своей жизни, а будто бы сливался со своим самолётом в единое целое в едином порыве. Писали о Савицком в военных газетах. Евгений Савицкий родился в Новороссийске в семье железнодорожного стрелочника. В 12 лет мальчика сиротел. Потом были детский дом, школа, комсомол, профессия дизелиста, шофёра, рабочего цементного завода. В 19 лет Савицкого направили по комсомольской путёвке в Сталинградскую военную авиационную школу, которую он окончил в 1932 году. Не остался там инструктором. Затем летал на Украине и на Дальнем Востоке. Там застала его война. А в ноябре 1941-го он уже майор, принял свой первый бой. Под Новый год его неожиданно вызвал командующий Западным фронтом Жуков и приказал уничтожить здание, где располагался штаб немецкого корпуса. Савицкий справился с этой задачей, несмотря на невероятно сложные погодные условия. И вот после этого боевой путь офицера прервался. С повышением его перевели на мирный Дальний Восток. Уж как он рвался обратно на фронт. Предложили бы эскадрилью, звено, наконец согласился бы. Бог с ней, с высокой должностью, мне было не до чинов. Лишь бы сражаться с врагом, бить его, гнать с нашей земли к чёртовой матери. А должности дело наживное. Только в 1942 году полковнику удалось осуществить свою мечту – бить врага, защищая Родину. Всего в течение войны лётчик Савицкий сбил 22 вражеских самолёта, не считая групповых побед и штабного шторха уже над Берлином. И после войны герой не подчил на лаврах, а осваивал новые типы самолётов и руководил учебной работой ВВС. Маршал Савицкий стал автором увлекательных книг об авиации и истории войны в воздухе. «В небе над малой землёй, небо для смелых, я, дракон, атакую полвека с небом». После войны Савицкий стал начальником управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС. Занимая высшие посты в командовании ВВС и ПВО, он всегда с особым интересом и вниманием относился к лётной работе и был среди пионеров советской реактивной авиации. Именно ему принадлежала идея группового высшего пилотажа на реактивных самолётах, блестяще воплощённые во многих воздушных парадах. И жизнь всей его семьи оказалась связана с небом. Лидия Павловна, жена легендарного аса, тоже была во время войны доблестной лётчицей, за свои подвиги награждена боевым орденом Красной Звезды. А дочь Светланы Савицкая стала, наверное, самой популярной и известной во всей семье. Она установила 8 мировых рекордов в пилотировании и стала второй после Валентины Терешковой и женщины, покорившей космос. Этими достижениями она добавила славы своей фамилии. «Вот такие мы все пернатые», — шутя говорила Светлана. В 63-летнем возрасте прославленный пилот совершил свой последний полёт за штурвалом самолёта. Маршал Савицкий, пилот-ветеран Великой Отечественной и кавалер двух золотых звёзд героя, умер в 1990 году. Как сказала его дочь, не дожив до развала страны, которую любил и защищал как мог. Старые лётчики не умирают, они взлетают и остаются на небесах. Похоронили великого лётчика на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова